Приветствую всех энтузиастов Монлайн. Свой первый урок для вас проведет известный в кругах портала xmo.net Monarch. Бетлий Федор Павлович. Я постараюсь вас обучить, как можно особо не разбираясь в тонкостях 3D Max и Милки, легко снимать различные оружия с моделей и адаптировать для персонажей игры. Уровень урока постараюсь сделать таким, чтобы даже школьник средних классов смог после внимательного просмотра что-то сделать. Приступим. В первую очередь у вас должны быть установлены плагины в 3D Max для SMD. Вот в этот путь. SMD-IMP и SMD-EXP. Если оно у вас все установлено, можно урок продолжать. Естественно, в первую очередь мы при помощи Pentium конвертируем модель в BMD. Я выбрал Devin. Нажимаем конверт. И видим, что у нас сконвертировались некоторые файлы. Из них для нас главная модель Devin в SMD формате и два скина. Загружаем эту модель через импорт 3D Max. Если мы плагин установили правильно, то вот здесь у нас появится еще и SMD расширение. Загружаем модель. Убираем галочку импорт скелет. Он нам не нужен. Ок. Макс потребует от нас указать путь к тем скинам. Один и второй. И модель у нас загружена. Из этой модели мы сегодня попытаемся извлечь вот этот TAF. Для этого мы сперва чуть-чуть обучимся, как пользоваться вообще TD Max. Простейшие операции. В первую очередь это для того, чтобы, например, приблизить или отдалить модель, мы можем покрутить колечко скроллинга. Если нажмем на него, можем двигать модель вверх-вниз, слева-вправо. Вместе с осью координат глобальных. При помощи этих манипуляторов мы можем модель двигать относительно осью координат в любой оси. Для того, чтобы отменить действие, мы нажимаем Ctrl Z. Вот этот манипулятор позволяет нам вращать модель по любым осам. Вот этот же манипулятор позволяет вращать модель, но относительно осью координат. И вокруг опорной точки модели. А опорная точка модели находится как раз в нулевой точке относительно оси координат. Возвращаем на место. И этот манипулятор нам позволяет изменять размеры модели. Также можно размер модели изменять по осям. Значит, чтобы отделить ТАФ от самой модели, выбираем саму модель. Вот эту вкладочку. И нажимаем элемент. Так как модель состоит из нескольких элементов, так же как и ТАФ. Мы выбираем все. Нажимаем и удерживаем кнопку Alt. И выбираем только ТАФ. В результате модель выбрана, ТАФ не выбран. Нажимаем кнопку DEL. Остается только ТАФ. Выключаем элемент. И вот у нас образец уже почти готов. Но его надо привести в то состояние, которое он должен находиться в игре. То есть движок мушки должен видеть этот ТАФ по координатам оси Y. И опорная точка этой модели должна находиться почти в центре. А не так, как получилось, что она смещена в нулевую точку глобальной оси координата. Но была эта нулевая точка для другой модели. Сперва мы эту точку корректируем при помощи вот этой вкладочки и пиота. Жмем в центр. И у нас опорная точка смещается в центр модели. Выключаем. Чтобы нам легче было с этой моделью работать. Нажимаем здесь нули. В результате опорная точка сместилась с глобальной системой координат. Нулевой точкой. Но модель должна находиться по оси Y. Поэтому мы вызываем еще три проекции. И при помощи манипуляторов приводим модель в то состояние, которое нужно. Это удобно делать как раз по этим проекциям. Сильно точно мы не будем этим заниматься. Так как цель у нас другая. Обучение. Примерно так. Вот совместили. Опять выбираем проекцию основную. Так. И по опыту могу сказать, что став должен конечно не по центру находиться именно. А опорная точка должна быть смещена. Где-то вот так вот. Опять. Останавливаем. Опорную точку. Нажимаем и видим, что у нас оси координат опорной точки не соответствуют АСМ координат и глобальной системы координат. Они должны быть вместе. Одинаковые. Нажимаем. Творд. И видим, что оси стали по тем направлениям, которые нам необходимы. Дальше опять ставим нули. И опорную точку окончательно совмещаем с нулевой точкой координат. Все. Теперь смотрим. Из-за того, что мы вытянули модель с основной модели, у нас контейнер модели оказался сильно искажен. Но явно не такой должен быть. Чтобы это исправить, нажимаем эту вкладочку. Ищем Reset X-Form. Нажимаем Select. Результат. Контейнер выглядит правильно. Но в контейнерах тоже есть опорная точка. Заходим сюда. Выбираем X-Form. Центр. И видим, что точка смещена. Опять ставим нули. Установили. Теперь это все надо закрепить. Для этого ищем Collapse. И коллапсируем Select. Все. С сетчатой структурой мы окончательно разобрались. Теперь для полномого счастья нам надо сделать хоть какой-нибудь скелет. Так как движок любой игры в 3D работает с костями. И со скелетом модели, а не с сетчатой структурой. Для этого мы, например, выбираем эту проекцию. Именно выбираем сетку. Так как со скином у нас это будет не очень хорошо. Выбрали сетку. И вот здесь в вкладках находим кости. Бонус. Так как у нас модель статичная. Став не имея динамики. Поэтому скелет мы можем делать в произвольной форме. Главное, чтобы те точки, где предполагаются светящиеся элементы. В них находились кости. Ну я, например, сделаю так. Нажимаю сюда. И вот у нас тянется кость. В любом направлении, любого размера. Я, например, сюда нажимаю. Левая кнопочка. У нас следующая кость вытягивается отсюда. И вот, например, сюда в центр ставлю. И на окончание древка. Левая кнопка. Теперь можно было продолжать дальше. Но я, например, ее обрываю правой кнопочкой. Раз. Все. Вот у нас организовалось четыре кости скелета. Ну мне хотелось бы, например, поставить еще сюда и сюда светящиеся элементы. Для этого примеру нажимаю на эту кость. На вершину. И устанавливаю сюда. Левая. Правая. Опять выбираю эту кость. Левая. Правая. Ну вполне достаточно. Теперь световые эффекты мы можем специально указать. в движке клиента. Вот. В этих местах. Так. Теперь у нас осталось привязать сетчатую структуру к скелету. Для этого мы можем это сделать, конечно, вручную. Но, опять же, я подчеркиваю, модель статичная. Поэтому это не имеет значения. Лучше всего, конечно, использовать автоматическую возможность. Выбираем модель. Выбираем вкладку. Открываем лист модификаторов. Ищем модификатор скин. Здесь нажимаем ADD. Выбираем все кости. Select. В результате у нас весь скелет привязался к вершинам сетчатой структуры. То есть, например, вот эта кость первая она привязалась к этим вершинам. А эти кости, соответственно, к ближайшим вершинам. Все. Здесь у нас модель готова. Больше нам, в общем-то, с ней делать ничего не надо. Можем полюбоваться плодами труда. И теперь сохраняем через экспорт. Опять же, если мы установили плагины, то вот экспорт у нас должен быть обозначен. Соответственно, так как мы изменили модель, меняем название. Здесь у нас обязательно должно вставить референс. Делаем экспорт. И окей. Все. 3D Max справился со своей задачей. Больше он нам не нужен. Вызываем милку. Делаем импорт. Уже измененный самой модель. Став им. Тут должно быть все обозначено. Окей. Все. Став загрузили. Конечно, можно было побойтись и без милки. В общем-то сразу сохранить модель в 3D Max сконвертировать в BMD формат и в путь. Но есть пару нюансов, которые желательно исправить. Первый нюанс в этой модели после конвертирования в SMD формат 3D Max создает лишнюю кость. Ее надо удалить. Вот она. Просто нажимаем DEL и все. Вот теперь на что получилось. 8 костей структура скелета. Вот теперь 8-ая вот она. 6-ая вот. 4-ая вот. Ну и так далее. Вот на эти кости мы можем ставить цветовые эффекты. И еще. Так как мелко более грамотно работает с MD-моделями и со скинами, то желательно сделать рефрейс текстуры. И вот если мы заметили, то немножко скин изменился. более так сказать визуальнее стал. Все. Вот теперь окончательно модель готова. Опять экспорт в SMD. И у нас еще изменения получились, которые мы сохраняем. Ок и ок последнее мы берем измененную модель копируем ее туда где мы хотим сделать BMD вот у нас три файла основных и нажимаем конверт. Это маленькая прога конвертирует все это хозяйство в удобоваримый вариант для движка Ому. Остается только переименовать саму модель. Например если мы хотим став заменить на более такой интересный или какой-то новый но это уже ваши дела. Так что все что можно сделать уже сделано. Вот такой маленький эскурс в мир 3D редактирования. Обучайтесь создавайте новые модели и дерзайте на благо онлайн игр. Надеюсь что этот урок у меня не будет единственным. Ждите новостей. До свидания. рак near 10 5ц 22 23 22 23 23 24